Мегабомбарбия 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 Я предлагаю выпить в конце Расскажи, пожалуйста, нам и нашим зрителям Что такое Кипр, с чем его едят На каком языке разговаривают Что с климатом, когда ехать В общем, всё-всё, чем ты считаешь нужным Поделиться в обязательном порядке Да, мы поговорим обо всех нюансах, которые касаются этого острова Да, не знаю, ну, лично я не знаю ни одного человека Который не был бы влюблён в эту страну, в этот остров Потому что очень много факторов, которые Сказываются на то, чтобы остров Ну, ничего, грубо говоря, не делая Влюбил в себя каждого, кто приезжает В это райское, романтическое, сказочное место Хорошо, когда ехать? Сезонность? Что касается сезонности на Кипре То, как таковой, сезонности нет на Кипре Как в других странах Сезон от дождей, зима, лето Кипр – это круглогодичный остров Единственное, сезонность делится на купальный сезон Купальный сезон, да, так называемый Вот тогда интересует купальный сезон Я думаю, в первую очередь, потому что когда Едем к морю, хочется в море Да, но Кипр не всегда Ассоциируется с морем Да, море, понятно, весь остров окружён морем И море – это один из факторов, да, на которые Стоит обратить внимание при выборе этого направления Но зимой, когда нет возможности полноценно купаться на Кипре Там действительно тоже ещё есть чем заняться Вот, но купальный сезон на Кипре начинается достаточно рано И заканчивается достаточно поздно Потому что Кипр – это самый южный… Может, это как-то в цифрах, пожалуйста Достаточно рано, достаточно поздно У каждого своё понятие В цифрах, пожалуйста Самый южный Средиземноморский остров Он самый тёплый И купальный сезон на Кипре начинается по кипрским параметрам с 1 апреля И заканчивается концом ноября Что касается температуры воздуха Здесь можно вообще абсолютно не переживать На сегодня на Кипре 26-27 градусов Это уже полноценное лето А температура воды единственная отличается от месяца Сейчас это порядка 19 градусов на Кипре Свеженько Свеженько, да Но уже можно начинать Потому что такое море, например, в той же Турции только в мае А сейчас, да, начало апреля будет То, конечно, уже можно ехать И, конечно, с каждым месяцем оно всё увеличивается То есть, если мы возьмём самые, ну, не пиковые месяца Да, понятно, июль, август, сентябрь Июнь, июль, август, сентябрь будет самая высокая температура воды Апрель, май – это будет порядка 20-21 градус А октябрь, ноябрь – это будет порядка 24-25 градусов Ну, то есть, прогретое море уже, в принципе Конечно, да Поэтому, конечно, оно намного теплее, чем... Да, очень часто задают вопрос, не будет ли на Кипре холодно в октябре На Кипре не будет холодно и даже в ноябре То есть здесь... И даже в декабре, в феврале там тоже не будет холодно Я вот хотела обратиться к Арине Арина, я тут фоточки одним глазом подсмотрела Если я не ошибаюсь, ты была в феврале на Кипре Расскажи, что там в феврале вообще? Смотри, я была на Кипре как раз и в феврале, и в декабре месяце Вот все вот эти месяца зимние, прочувствовала на себе какая там температура Температура прекрасная Если говорить о дне, то днем это 15-18-20 градусов и может быть даже выше Смотря, опять же, в какую точку Кипр поехать Ну, опять-таки, 15-20 Кипр – это что? Потому что 15-20 в каждой стране – это по-другому 15-20, я попрошу режиссера нашего показать фотографию 15-20 Вода, короткие джинсы и футболка И вот как раз… И заинный, пожалуйста Да-да-да, все зависли в ожидании этой фотографии И вот это как раз будет яркий пример того, что же такое 18-15 и 20 именно на Кипре Как оно ощущается Сейчас покажем А пока это, кстати, бухта, где Камень Афродита Тоже одно из очень красивых мест Это чуть-чуть отъезжает Пафоса, порядка, наверное, 18-20 километров Вот это вот место Саша, у меня один вопрос такой по поводу Пафоса Когда-то слушал лекции, всякие вебинары Там, что если восточная часть, юго-восточная, где про Тараса и Анапа – это совсем пески То в Пафосе там даже нельзя зайти Выходит так, что нельзя зайти из многих отелей в воду И люди от этого страдают Это целая проблема Так или не так? Как вообще выходит из ситуации? Володь, немножко… Да, есть такое как бы мнение Но оно немножко не соответствует действительности Почему? Потому что в той же Анапе, где считается одни из самых лучших пляжей на острове Там есть очень много каменистых пляжей От чего это зависит? Ну вот как бы, вот если человек пришел и говорит Хочу там регион с песком Ну как? Если ты говоришь в Анапе есть и такой, и такой Как определиться? Тут уже стоит обратиться к профессионалам Которые знают расположение гостиницы, расположение пляжей Вот, потому что в Анапе можно выбрать отель, который будет находиться на каменистом пляже Где невозможно будет выйти в море полноценно без тапочек Или как бы не пройдя на другую пляжу А то есть вход есть даже в тапочках? Да, конечно, потому что камни бывают достаточно такие острые, чтобы было удобнее входить в море Что касается Пафоса, то, да, если сравнивать Пафос и Анапу То в Анапе больше песчаных пляжей, скажем так В Пафосе их меньше, но они тоже есть Тот же залив Коралл-Бэй, там песчаные пляжи Тот же пляж в регионе Гироскипу Вот сейчас ты говоришь очень непонятное название, поэтому я предлагаю вернуться к Ариныным в фото Да, вот как раз, погода Я хотела спросить, это пляж где? Это пляж Айонапы, это Нисибич, один из известнейших пляжей в Айонапе И вот это вот, товарищи, февраль месяц, обращаю внимание Уже когда не то, что там тепло Это 15 или 20 в феврале? Это 18, сделаем серединку Ну, очень солнечно, да Да, конечно, вечером чуть прохладнее, нужно брать с собой куртки Да, я обходилась тонкой кожаной курткой, мне было абсолютно комфортно Что с дождями вообще? Они там есть в какой-то такой период? Есть зимний период, они не продолжительные, они бывают зимой Их летом практически нет, то есть, ну, это очень редко Это ненормальное явление для Кипра, когда есть дожди летом Вот, зимой они есть, но зимой они Кипру нужны, потому что с помощью дождей А пресноводные дамбы, они заполняются водой И тоже соленое озеро, где розовые фламинго, да, зимой прилетают на зимовку Они должны быть заполнены водой Поэтому, как бы, дожди для Кипра, это вообще, ну, очень-очень надо Кстати, об озере, вот, чтобы посмотреть озеро и розовых фламингов Фотографий у меня нет, но нужно как раз-таки ехать в несезон Потому что летом все-таки вот высокой температуры озеро-то подсыхает Не, ну и фламинго, я так понимаю, нет, они же прилетают перезимовать Поэтому как-то вот логично Они, да, прилетают перезимовать, и это очень красивое место, да Это соленое озеро, на берегу которого находится известная мечеть Хала-Султан-Теке, да, это место паломничества мусульман Вот, которое было построено на месте гибели тети пророка Мохаммеда Вот, и в честь нее возникли к одной из красивейших мечетей Вот, и она очень красиво видна, когда едешь с аэропорта В любом случае, в любой регион, в который не едешь, все равно проезжаешь Это место, это соленое озеро, и видно эту мечеть на озере Вот, и, ну, дожди с зимой бывают, но это не продолжительно, это не ливни Ну, то есть, когда? В ноябре их еще нет, то есть они где-то как? Декабрь, январь, февраль, да? Даже больше январь-февраль, вот эти вот пару месяцев Ребята, я предлагаю дать слово нашему диспетчеру цен, специалисту по Мегабамбе Азочка, что у тебя там в твоих, как говорится, документариях там есть сегодня от компании? Ой, есть много, много есть предложений по Кипру Я заслушалась, я тоже влюблена в Кипр, но мне повезло больше, чем Марине Я была в Умае, там было откровенно тепло Я купалась в Ласковом Средиземном Муре Цены на Кипр есть на любой вкус Даты есть ближайшие Цена от 259 евро Отели прекрасные Вот несколько слов В Айанапе отель, зачем туда ехать прямо сейчас, в Клеопатра Апартментс? Потому что рядом улица бара, рядом дискотеки И там можно просто оторваться в эти выходные 31 марта Предложение прекрасное Езжайте, отдохните, наконец, от нашей затянувшейся весны под солнышком на Кипре Есть предложения совершенно прекрасные Например, для тех, кто планирует спонтанные какие-то романтичные выходные Есть предложения, например, Асмина Сьюц отели Прекрасное предложение в апреле Прекрасная погода Я проверила за Александром Действительно, Гесметио пешит 23-26 градусов То есть сейчас там практически лето И очень хотелось бы перенестись прямо сейчас туда Предложений масса Открывайте, приходите в агентство Сутия агентств горящих путевок Подбирайте себе туры на Кипр Цены просто великолепные И на любой карман Ну что ж, спасибо Азе большое За то, что озвучила нам актуальные предложения И здесь, я думаю, мы прервемся буквально на одну минутку И вернемся к вам с продолжением рассказа О замечательном, манящем, чарующем На таком великолепном острове Кипр АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok